И так смотри, и так смотри, смеяйся, разрешаю. Этих гостей в детском саду встречают с музыкой. Ведь благодаря Общероссийскому народному фронту, единственный в микрорайоне садик получил вторую жизнь. А полторы сотни малышей, уютные группы и безопасные дорожки. У меня ходит в этот садик ребенок. Мы сюда пришли в 2018 году. Мы сразу же столкнулись с проблемой, что было трудно даже зайти в детский сад. Дороги от калитки сразу же не было. Мы попадали в огромные лужи, были большие ямы. За помощью родители обратились в районную администрацию. Однако там лишь развели руками. Мол, реконструкция ждет сад аж через 4 года. Но ждать так долго и не пришлось. Проблеме подключили специалисты ОНФ. Ко мне обратился родительский комитет этого садика. У них стоял по плану капитальный ремонт на 2023 год. Но показав фотографии и обратившись с обращением, что очень плачевное состояние было садика. Это окна, которые они самостоятельно утепляли каждый год. Это покрытие асфальта, что травмировало ребятишек. И здесь невозможно быть равнодушным, как суперседателю Общероссийского народного фронта, как депутату. Теперь садик не узнать. Здесь установили полсотни пластиковых окон, отремонтировали крыльцо и тротуары. Кроме этого, здесь планируют поменять забор и отреставрировать фасад здания. За помощь садику благодарны местные чиновники. Говорят, и рады бы помочь, но бюджет не резиновый и расписан на годы вперед. Все ремонты идут запланированно в соответствии с методепартаментом образования города Екатеринбурга. В том числе бюджетно-ремонтной работы принимают депутаты. А такая мера конкретного взаимодействия – это уже на усмотрение депутатов. Очень замечательно, что Анастасия Сергеевна именно внимание обратила на садик Верхоседского района. Теперь здесь ровные дорожки и тротуары. А все благодаря отзывчивости представителям Народного фронта. Ведь их главная задача – защищать права граждан и помогать людям. Жители обращаются в Общероссийский народный фронт. Мы взаимодействуем с органами власти, решаем вопросы различными инструментами. И тем самым реализуем права граждан на благоприятную окружающую среду. Это наша нормальная практика. То есть это не единичные случаи. Теперь родители в один голос твердят – хорошими делами прославиться можно. Тем более на защиту горожан Народный фронт встает не в первый раз. И не в последний. Павел Смоленников, Николай Косарев. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова